Приветствую вас, Ирина. Давайте расскажем ваш вопрос. Значит, написали вы довольно много текста. Я думаю, что мы по нему пройдемся. Вот, пока что я просто хочу сказать, что здесь, на мой взгляд, выделяется некая такая агрессивность с вашей стороны по отношению к молодому человеку. Вот, какая-то такая попытка действительно его отстать оттолкнуть, но с другой стороны оттолкнуть только потому, что вы не привыкли слышать свои чувства. Вот, у вас куча рационализации, у вас куча попыток объяснить, ну, объяснить что-либо, что из того, что происходит. Вот, это все, конечно, очень сильно мешает. Я думаю, что здесь главное, это то, что для вас единственная радость в жизни, как вы, вот, в общем и целом говорите. И да, это действительно зависимость, и здесь абсолютно нет никакого, нет никакой разницы от того, что это ваши мира, ощущения и прочее, прочее. Это зависимость, любая зависимость, она по своей природе деструктивна. Вот, любая зависимость по своей природе деструктивна. Поэтому, я думаю, что самым лучшим решением будет все-таки разобраться, наверное, в себе, да, и, ну, как-то вот, работать над вашими страхами, над вашими сомнениями. Сомнениями над причинами, по которым вам тяжело доверять людям. И, собственно, выработать какую-то такую более конструктивную для себя и, вероятно, для окружающих позицию. А позицию в отношениях, я имею ввиду своих. С, ну, с мужчиной, с мужчиной. Итак. Прошло три недели, как я его сильно оскорбил, настолько, что он знатно удивился. Я думаю, что за слово я имею ввиду. Ну, я, в принципе, догадываюсь, но, все равно, лучше сказать там, что, действительно, как сказал мой коллега, не нужно, чтобы мы гадали, это ваши же интересы. И заблокировал меня везде, и послал меня в перебетку. Ну, в общем-то, лично мне видится несколько забавным тот факт, что женщина может оскорбить мужчину. Вот. То есть, я, конечно, понимаю, что какие-то вещи могут быть весьма неприятные. Вот. Особенно от женщины. Но, вместе с тем, мне кажется, в некотором смысле добавленном, что вы смогли, да, что у вас получилось мужчину оскорбить. Вот. Значит, заблокировал меня везде, и послал в перебетке. Ну, это какая-то эстерическая какая-то реакция. В принципе, мы обознаем, что блокировка не проблема, при желании я смогу выйти с ним на связь. Ну, тем более, это какая-то, знаете, манипуляция, какая-то вот ипотажная. Вот, реально, ипотаж. Это, там, чисто демонстрация. Мы это как-то обсуждали, да и на мой взгляд, это коррект, как ответ на мои подобные действия в прошлом. Это странное немножко высказывание, потому что, что значит в прошлом, он, в общем и целом, так себя ведет. Он, это то, что он делает прямо сейчас. И не могу согласиться с вами в том, что это в прошлом. Это не в прошлом, это происходит. Это происходит прямо сейчас, прямо сейчас. Поэтому, ну, на мой взгляд, немного странно, что вы говорите, что это в прошлом. Хотя, на самом, на самом деле, ну, это совсем не в прошлом. Да, это вот, по сути, это дело происходит в настоящем. Прямо сейчас это происходит. Вот. То есть, ну, это несколько странно. Несколько странная здесь позиция ваша. Вот. То есть, вы, опять же, здесь, как, на мой взгляд, обобщаете и принижаете человека немного, как личность. Так же, мне одинальный стоит финансовый вопрос, а именно покупка не очень дорогая за мои деньги, которые он обещал вернуть. Он, естественно, возвращает, причем я вначале не думал о том, чтобы этого ждать. Знаете, здесь пошли уже непонятки. Непонятки пошли. Какая покупка? Для кого эта покупка, извините, не дорогая? Да, то есть, если она, это, покупка, я имею в виду. Если эта покупка недорогая, то почему мужчина хочет вернуть нам деньги? Вот. Недорогая эта покупка для кого? Недорогая. Да. То есть, вот, ну, тут просто есть, есть вещи, которые просто вот нам, как людям, вот страны, да, эти вещи понять, ну, достаточно сложно. Потому что мы не находимся в, ну, мы не находимся в, как бы, в русле ваших отношений. Вот. Дальше. 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 Значит, что они из тех, кто возвращает? Просто я вначале не думал, что в этом ждать. У меня финансовые сложности, о которых он знает, по мнению, деньги мне нужны. Просто не отношусь к этому так, что он не должен. И я все подозреваю, что он ждет, когда я использую это как подвыкселенный на связь. Возможно, он этого действительно ждет, но это все из области манипуляции и совершенно искусственного какого-то усложнения отношений между вами. Что, на мой взгляд, никогда никому на пользу еще не шло вообще. Вот. Поэтому я здесь, конечно, конечно, не знаю, но мне кажется, что подобные манипуляции придут только лишь к одному. Только к потере времени. Вот. Причем, к потере времени именно, ну, именно вашему времени. Потеря. Потеря именно вашему времени. А, а, не, чем-либо еще. Дальше. Отношительно этого вопроса я не строю предположение, скажу, что в общем-то так сделал. То есть, по сути, переложить на него ответственность за примирение, если я правильно вас понял. То есть, вы не хотите, значит, вы не хотите, я так понял, первое, идти на примирение, а вам хочется, чтобы вот это все разрешилось само по себе. Вот. Потому что вам прощение, например, просить у мужчины будет достаточно нелегко. Достаточно сложно вам это будет делать. Вот. Дальше. Я не готов к разрыву с ним не потому что больно, а потому что только с ним я чувствую себя полноценно. Читаю, что подобное ощущение характеризует зависимость от человека. Но тут все упирается в мое мироощущение. Видите ли, то, что это упирается в ваше мироощущение, да, ну, по большому счету ничего не значит. Ничего не значит это от слова совсем. То есть, абсолютно не имеет значения, упирается это в ваше мироощущение, не упирается это в ваше мироощущение, но это зависимость. Это то, что делает вас зависимость. И от того, как вы это объясните, да, ничего, ничего не изменится. Понимаете? Поэтому, что вы пытаетесь это объяснить, это просто защита. Защита от того, что на самом деле с вами происходит, а именно от зависимости. именно защита от того, что вам для, скажем так, чувствования себя полноценной, да, вам для этого необходимо, чтобы рядом с вами кто-то был. Для того, чтобы вы чувствовали себя полноценной, вам необходимо, чтобы, значит, с вами был мужчина рядом. Для того, чтобы вы чувствовали себя полноценной, необходимы определенные условия для вас. И вот в этом, соответственно, в этом и заключается одна из ключевых проблем, что вы себя полноценной просто так не ощущаете. Вопрос, конечно, заключается в том, как вы к этому пришли, да? Вот. Ну, а сейчас, я думаю, вы ответите на это. Так получилось, что у меня сложности с доверием и абсолютно не тактильный человек. Ну, опять же, что значит, так получилось, что у меня сложности с доверием? Что, что, что значит, так получилось? Это не так получилось. То есть, у вас так вот опыт складывался, что, вот, проблемы с доверием. И, соответственно, этот опыт вам необходим для себя, опять же, как бы, ну, адекватно усвоить этот опыт необходимым. Вот, чтобы не говорить о том, что вот так получилось. Вот, чтобы все-таки адекватно воспринимать этот сам опыт. Чтобы адекватно его, как бы, ну, усваивать, скажем, скажем, скажем так. Вот. Это важно. Для вас, для вас, это важно. Дальше. Значит, у меня склонность с доверием. Что это значит, склонность с доверием? Это значит, что вы не доверяете людям. Если вы не доверяете людям, вы не доверяете, в первую очередь, себе. Вы не можете доверять себе. Что значит, вы не можете доверять себе? если вы не можете добраться к себе, вы не готовы на себя полагаться, то есть вы не полагаетесь на себя самым. Вот, ну, соответственно, соответственно возникает вопрос, как в таком случае сразу. А почему вы не полагаетесь на себя? Ну, то есть почему вы не можете на себя положиться? В чем заключается проблема ваша? Ну, понятно, да, о чем идет речь? То есть вы такие вещи даете, как константы. Да, на самом деле это не константы. Дальше. Я по характеру не способна на привязанности и в принципе равнодушный. Да нет. Но вы знаете, если бы вы были равнодушны, вы бы легко людям доверяли. А так это, извините, но вы лукавитесь просто напросто, потому что вы не равнодушны, вы просто боитесь. Вот. Вы просто боитесь того, что вам сделают больно, например. Вот. Вы просто пытаетесь себя как-то вот уберечь от, ну, от негатива и от болезненного опыта, который у вас уже был. По большому счету, это вот то, что вы, ну, то, что вы делаете. Вот. Понимаете, какая штука? Вот. Поэтому, нет, я не могу с вами согласиться в том, что вы равнодушны и не способны к привязанности. Вы хотите, может быть, чтобы вот так было, но это не так. Дальше, значит, сказать, что это любовь, не могу, потому что боится боль, опять же, будет знать. Я не знаю, что это, не знаю такого значения по разному определению. Но это, опять, рационализация. Вы единственные, кто во всем, кто во всем в радость. Ну, опять же, да, здесь, это просто человек, который, вот, находит какое-то, ну, условно говоря, отражение вас. Да, то есть, вот, он на вас, человек, я имею ввиду, на вас, ну, как-то, вот, влияет. Вот. И это просто вас раскрывает. Этим и дорого. Да. Вот. Это привязано. Опять же. Каппарат, да, и каппарат, да, являются зависимостью. Эм, так, значит, эм, так, эм, я и вела себя на прикор ему от того, что не понимаю, почему он вызвал эти чувства. Потому что вы хотите любить и быть любимыми. Но вы себя не любите, любите себя через него. Радость от его присутствия доверия. Да. Вот им все согласно, но он кого-то напоминает из детства. Я, на самом деле, делаю все, чтобы отвернуть его от себя. Зачем? Зачем? Зачем я это все делаю? Ну, мало что объясняла, только требовала и требовала внимания к себе, постоянные претензии. Ну, вот видите, здесь есть такое ощущение, что вы, ну, как будто бы знаете, вот, как будто бы проверяете его, что ли. Вот, вопрос заключается только в том, зачем. Вот. Зачем вы его проверяете? Для чего вы его проверяете? Чтобы, чтобы что вы его проверяете? Вот. Этот момент очень важен. Вот. То есть то, что вы его проверяли, да, это, это я понял, это понятно. То, что вы его проверяли. Вот. Но вопрос заключается в том, собственно, для чего вы его проверяли. Вот. И, как бы, с чем это все. Так. Он даже терпел, злился, предупреждал, что не надо его провоцировать. В итоге обозначил, что не хочет отношений, но формат свободных отношений обозначил. Возначил, с добровки на то, что мы единственные друг у друга. И если я даже пойду в кино с кем-то, то разрыв. Оно выглядит так, что человек просто принял правила вашей игры. Вот. Вот. Так. Это вы, 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 вы глядите. Вот. Так. Человек просто взял и принял правила вашей игры. А теперь что? Вот раз ты играешь со мной, ну, значит, я буду с собой тоже играть. Но сегодня выбор у меня нет особо. Воволь. Хотя, на самом деле, ну, понятно, что выбор он, в принципе, есть всегда. Вот. Ну, вы, вы его вот не видите, да, для вас, видимо, для вас не существует его. Вот. Все здесь. Все еще. При этом, например, он принимал участие в решении каких-то проблем и был внимательный, как-то терпимо относился со скоком. Ну, вы заметили, да? Как вы говорите, в основном, про него и не про себя. При этом, так вот. Он постоянно был занят, я понимал, что это так и есть, он начинал ревновать и логокопная сила. Ревность, страх потерять отношение к человеку, как определенные ценности, неуверенность в себе. Вот. Страх одиночества. Все это, к сожалению, право. Иначе, ревности бы не было. Вот. Ага. К сожалению. К сожалению. Бальше. Значит так. Я опять же, опять начинал выносить ему мысли, не понимаю, что за состояние на меня напало. Я направлял на себя сознавая, я даже слава, вопреки недостойному себе. Это, вот, такое ощущение, что вы, как будто бы, недостойны отношений. Это, ну, это, так выглядит. Что вы недостойны отношений. Вот. Что вы, вот, себя, так вот. Позиционируйте, что я недостойна отношений. Вот. Что я, должна быть одна, что никакой боли. Вот. И прошу. Так. Неудивительно, что он сорвался и стал немного грубо отвечать. Я зацепилась за это и жестко прослась по его самолюбию. Ну, это, скорее, как защита. В принципе, я знавал о чем-то может закончиться. Такой результат меня не удивляет. Опять же, это рационализация. Это у нас вопрос от меня устал. Я жду, что он оценит. Следующий вероят, что это не конец. А, да. Может быть, это и не конец. Но вопрос заключается в другом. В том, что даже если это не конец, Ирина, то вам люди меняют. Потому что, если вы его, допустим, допустим, вернете, если вы вернете, вернете у человека, вот. И снова ситуация будет повторяться, а она повторится, если вы ничего не сделаете, то он уйдет опять. И вернете, он будет его заслуженнее. Вот. Либо он, как, например, ну как, например, просто не будет воспринимать вас, допустим, всерьез. Вот. Поэтому, тут вот очень все-таки важно, чтобы вы, ну, для себя вот определили, определились точнее. Если вы хотите вылупить с ним, то, ну, вот, нужно что-то менять в себе, в первую очередь. Вот. Это то, что я могу вам, ну, вот, с полной уверенностью сказать. Вот. Здесь и сейчас. Так. Значит. Так. Я, ну, так же знаю, что в этот раз сам не пойдет навстречу, как бы я не пытался уйти его, но извиниться все-таки должно. Как вы к этому относитесь к тому, что должны извиниться? Так же знаю, так. Вот, получается, использовать как повод. Ты мне должен, я не хочу, ведь, как подозреваю, просто не смогу сформулировать это мягко. В любом случае сказать насмешкой, а просто извиниться, я боюсь. Значит, мы голосом будем просто бросить руку. Ну, понимаете, опять же, да, насмешка это что такое? Это защита. Вы, опять же, от чего-то защищаетесь. А, вот. Ну, не разобраться тем, от чего вы защищаетесь. Значит, служить все-таки доверять себе. И, я полагаю, после этого уже более аутентично выражать свои чувства и свои эмоции. Вот. Так оно всяко лучше будет, чем в таком постоянном напряжении и войне это будет. Случайно, служить мало, вероятно. Хоть и живем в тридцати минутах везде друг от друга, я, как специально, к нему, я не осмелюсь. Почему? Не потому что мне надо сидеть, подозреваясь этим, его мнение обо мне совсем испортится. Чем именно? Чем именно и как это вообще связано между собой? Я ничего сделаю, а ничего сделать я не могу, это подозревая жертва, всегда можно что-то делать, хотя бы потому что он поймет, как ему легче без меня живет. Не очень понятно, что вы здесь имеете ввиду. Нет такого, что я зависла на своей доске без него, занимаюсь только страданиями. Я живу, у меня дела планы, что-то делаю, развиваю. То есть большая часть из этого продолжалась с того времени, когда мы были вместе. Ничего не забросало, ни одна сфера жизни не пострадала. Со мной знакомится, я об шевер, но в следующем я думаю в свободную минуту он. Ну то есть здесь немножечко смотря, что в минуту мне нужно поработать. Понятно, что мужчина для вас значит, потому что случайно очевидно, что вы здесь его используете для себя. Он вам нужен. Так, оглядываясь на вас, понимаю, что в север тело вокруг моего хочу, да, и в данном старом случае это нормально. Не думаю, что это мое, альтима раскаяния, это желание под него построить. Я согласна, я слишком все утрировала. Что именно? В смысле от выводов, если его нет. Ну, вам нужно с превосхода забраться, чтобы в отношениях, чтобы в отношениях быть адекватным. Не знаю, что хочу услышать, возможности выговориться кому-нибудь тоже нет. Ну, то есть у вас проблемы с общением с людьми, да, то есть с доверительным общением с людьми тоже можно подкорректировать. Понятно, что никто не скажет, имеет ли смысл выходить на связь, но все-таки, все-таки что? Смысла никакого ничем нет, Ирина, это точно. Вот, совершенно. Поэтому, если вы чего-то ожидаете для себя от того, чтобы быть на связь, то, наверное, на связь выходить не стоит. Потому что ничего хорошего в этом не будет. Если же вы хотите что-то сделать для человека, в таком случае на связь выйти можно. Потому что, ну, в конце концов, просто извиниться перед ним. Вот, вот такая вот история. Такой, Ирина, я могу дать вам ответ. Все, у вас очень хороший запрос на психотерапию и перспективы по психотерапии, как и необходимости ее тоже присутствуют. Поэтому я бы рекомендовал вам обратиться за консультацией к выбранному вами специалисту и поработать. Потому что, действительно, вы... Вот, с личными границами у вас проблемы. Очень большие проблемы с личными границами. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. И... Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...